Спальный район – единственный на весь город контейнер для сбора использованных медицинских масок и перчаток. Внутри почти пусто. Этот мусор люди выбрасывают в обычные урны. Видимо, потому что понимают, что содержимое всех контейнеров все равно окажется в одном месте. На полигоне ТБО общественники категорически против. Уже в Европе опробируют технологию, когда эти маски сначала обезвреживаются, то есть они либо вымачиваются в каких-то растворах, и потом уже этот материал отправляется в переработку. То есть они именно перерабатываются. В Арнауле уже действуют предприятия по переработке медицинских отходов, но к ним относятся, например, шприц, таблетки. А вот маски – нет. В нашем регионе маски обеззараживают, но только те, которые выбрасывает медперсонал красных зон. После обязательного обеззараживания данные отходы децентрализованно термически уничтожаются. Если маски используются для индивидуального применения в быту, то относить их к медицинским отходам нет оснований, так как такие маски являются гигиеническими, и к ним предъявляются требования, как к обычным твердым коммунальным отходам. А вы бросают прям на улицу маски? Да ведь кругом маски кидают. Не знаю почему. Дворник Владимир каждый день имеет дело с обычными, как говорит Роспотребнадзор, твердыми коммунальными отходами. К работе привык и заразиться не боится. А зря COVID-19, по данным американских ученых, может жить на масках до недели. Я же 50 раз выкинул. То есть не боитесь? Нет, мы смелые люди. Greenpeace советует разрезать использованную маску, чтобы ей больше никто не мог воспользоваться, затем помещать в пакет, хорошо завязывать, и только после этого выбрасывать в мусорный бак. А еще лучше советуют общественники полностью отказаться от одноразовых масок и сделать выбор в пользу многоразовых. Просто стирайте ее, обрабатывайте. Стирать необходимо при температуре 60 градусов, обрабатывать либо паром, либо утюгом. И, пожалуйста, пользуйтесь много раз. На самом деле, вот это самый, наверное, грамотный способ. А иначе наша планета рискует утонуть в одноразовом масочном пластике, который, к слову, разлагается не меньше 500 лет. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.